Добрый день, уважаемые студенты! Я доцент кафедры внутренних болезней педиатрического факультета Самаркандского государственного медицинского университета. Тема сегодняшней лекции – ознакомление с деятельностью терапевтического отделения. Мы поговорим о личной гигиене пациента, повестке дня пациента, санации полости рта кожи, опролежнях, санации волос и ногтей, измерение температуры тела, гигиенических ваннах, душа, души, купание больного и кормление тяжелобольных. Прежде чем начать лекцию, вводная часть я бы хотела рассказать о ключевых компонентах здоровья. Ключевым компонентам здоровья относятся лечение и профилактика, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия страны, предупреждение эпидемии инфекционных заболеваний, санитарный контроль за качеством питьевой воды, продуктов питания, атмосферного воздуха и другие. А также укрепление здоровья населения, формирование здорового образа жизни, улучшение условий труда и быта людей. Сегодня мы поговорим о лечении и профилактике. В частности, о деятельности терапевтического отделения. Для общих целей лечебно-профилактическая работа проводится в терапевтических, хирургических стационарах и специальных терапевтических стационарах с узким профилем. Это кардиология, аллергология, нефрология, ревматология, гастронетерология и так далее, эндокринология. Больной из приемного отделения поступает в терапевтическое отделение в зависимости от профиля заболевания, то есть пульмологическое, гастронетерологическое, кардиологическое, нефрологическое, ревматологическое отделение. Обязанностями медицинской части является оказать первую врачебную помощь, диагностика заболеваний, лечение болезней и реабилитация больных. Структуры терапевтического отделения относятся это палаты для пациентов, координаторская комната, лечебный кабинет, пост медсестры, комната для среднего медперсонала, столовая, кабинет заводделения, старшие медсестры, санузел, душ, ванна, комната для хранения посильных принадлежностей, комната для хранения инвентаря и коридор. Лечебно-охранительный режим терапевтического отделения это обеспечение безопасных условий в больнице является необходимым условием для медицинского персонала, чтобы пациент оставался в больнице. Эффект лечения больных зависит от лечебно-охранительного режима отделения, что позволяет регулировать двигательную активность, лечебное питание, полноценный сон и отдых, положительно влияет на настроение. Лечебно-охранительный режим любого отделения представляет собой комплекс профилактических и лечебных мероприятий, направленных на обеспечение максимального физического и психического отдыха больных и медицинского персонала. На данном слайде показаны фрагменты ухода за больными. Обязанности постовой медсестры это соблюдение режима лечения и безопасности, распространение лекарственных средств, уход за пациентом, наблюдение за общим состоянием пациентов, медицинская помощь, проверка соответствия санэпидрежима и ведение медицинской документации. Документы по сестрическому делу это журнал приема и выписки пациентов, список медицинских назначений, температурный лист, журнал посещений, направление исследований и формы консультации узких специалистов, журнал учета лекарств, сильнодействующих ядовитых веществ, безопасный журнал передачи ключей, слушающий и журнал приема и сдачи дежурств. К документам процедурного кабинета относятся журнал медицинских назначений, журнал взятия крови для биохимических исследований и список, журнал записи крови на РВ, журнал переливания крови при СПИДе, журнал крови и переливания крови, журнал учета операций, связанных с обменом лекарственных средств, журнал контроля работы стерилизатора. Элементом лечебно-охранительного режима относятся соответствующее физическое состояние больного, психологическое состояние больного и удобство лечебного отделения. В отделении существуют определенные режимы для больных. Видом постельного режима в терапевтическом отделении относятся строгий постельный режим, постельный режим, палатный постельный режим и общий постельный режим. Строгий постельный режим больному категорически запрещается проявлять активность постели и дольше стоять на месте. Уход за больными осуществляется палатным медистрой и младшим медицинским персоналом. Постельный режим больному запрещается вставать с постели и разрешается вернуться и сесть в постель. Уход за пациентом осуществляется медсестрой отделения и младшим медицинским персоналом. Палатный режим. Пациенту разрешается передвигаться по палате и принимать меры личной гигиены внутри палаты. Полдня можно сидеть. И, наконец, общий режим. Пациент может ходить по палате и больнице, коридор, больничная территория. Повседневная жизнь в терапевтическом отделении начинается с 7 утра до 21, до пол 10 ночи. То есть 21.30 жизнь в терапевтическом отделении заканчивается и начинается уже ночной режим ухода за тяжелыми больными со стороны медицинского персонала. Утром в 7 утра начинается пробуждение больных, измерение температуры тела, гигиеническая гимнастика, проветривание помещений, проведение туалета больному, уборка комнаты, завтрак больных, замена смен, наблюдение за больными, первичный осмотр тяжелых больных палатным врачом и совещание в отделении врачей, утренняя конференция кафедры, утренняя больничная медицинская конференция, терапевтическая комиссия, прием больного лечащим врачом, лечебно-диагностическая работа, исследование, операции, одежда, консультация, прием и выписка больных. Подготовка пациентов, прогулка, отдых, обед, тихий час, измерение температуры тела, выполнение заданий, сменность, отдых, прогулка, проветривание помещений, ужин, вечерняя прогулка и выполнение заданий, осмотр пациента, дежурным врачом. Генеральная уборка, проветривание помещений и 21.30 до 7 утра, сон, ночное наблюдение и госпитализация тяжело больных. При уходе за больным обязательно нужно проводить некоторые процедуры обследования. Это, например, определение пульса больного, отреального давления, измерение температурное, температуры больного. Пульс – это колебания стенки артерии, обусловленные выбросом крови в артериальную систему. Характер пульса зависит от величины и скорости выброса крови сердцем, а также от эластичности стенки артерии. Характеристиками пульса являются ритм, частота, наполнение, напряжение и симметричность пульса. Определение пульса проводится в основном на лучевой артерии. Здесь показана последовательность, как это проводится, порядок проведения. Пульс можно апальпировать не только на лучевой артерии, но и на длинных участках артерии или там, где они проходят по поверхности костей. Это в височной области, это в шейной области, это в сгибательных поверхностях верхних конечностей и нижних конечностей, это на тыльной поверхности стопы и в паховой области. Кровяное давление – это давление крови на стенке кровеносных сосудов. Систолическое давление, диастолическое давление. И существует такое понятие, как пульсовое давление. Это разность между величинами систолического и диастолического давления. Артериальное давление зависит от величины сердечного выброса и тонуса сосудистой стенки. На данном слайде показаны все параметры по возрасту. Это минимум норма и максимум артериального давления больных. Не только больных, но и здоровых тоже. Артериальная гипертензия и гипотензия – это состояние, которое можно определить при определении артериального давления. Гипертония – это стойкое повышение артериального давления от 140-90 и выше, а гипотензия – это стойкое понижение артериального давления от 90 на 60 и ниже. На данном слайде показан тонометр, который состоит из стетоскопа, манжетки, манометра, клапана и груши. То есть этот тонометр по имени Короткова, но существует еще такой тонометр, как определение давления по методу реворочи, то есть ртутный тонометр используется. Следующим методом измерения параметров – это измерение температуры тела. термометрия – один из обязательных компонентов обследования пациента для выявления лихорадочных и гипотермических состояний. Температура тела измеряется в подмышечном впадении. На данном слайде показана вся последовательность и правила измерения термометрии. Санитарно-эпидемический режим – это мероприятие, направленное на предотвращение возникновения и распространение инфекционных заболеваний среди персонала и больных стационаров, посетителей противотуберкулезных учреждений. Он может быть профилактическим, противоэпидемическим, к ним относятся дезинфекционные мероприятия, режимно-ограничительные мероприятия, лечебно-профилактические и санитарно-просветительная работа. Санитарная обработка пациента – это вид обработки устанавливает врач в зависимости от степени тяжести пациента, полную или частичную. Перед санитарной обработкой медсестра осматривает пациента на педикулез, при его выявлении проводит специальную обработку. Полная санитарная обработка включает принятие пациента в ванны и душа. И существуют рекомендации для медсестры. Это первое – выявить потенциальные факторы риска пациента перед проведением санитарной обработки, нарушение целостности кожных покров, чувствительности, гиподинамию, сердечно-сосудистую недостаточность, проверить состояние кожных покров до выявления сыпи, покраснение или нарушение целостности кожных покровов, присутствовать во время купания и следить за состоянием пациента, в случае ухудшения прекратить процедуру и срочно вызвать врача, проконтролировать обеззараживание ванны в целях инфекционной безопасности. На данном слайде показана сама ванная, ванная комната и все принадлежности, которые необходимы для проведения санитарной обработки. Для тяжело лежачих больных нужно проводить санитарную обработку у постели больного. То есть нужно его проводить обтирание теплой чистой водой и существует определенная последовательность правила обтирания больных проведения гигиена больного. Еще одним методом ухода за больными является смена постельного белья больного. То есть как правильно на данном слайде показана смена постельного белья. Также смена верхнего белья больного проводится с осторожностью. Ну и при санитарной обработке больных бывают случаи, когда выявляется педикулез или вшивость. Это заразные заболевания, вызванные паразитированием на теле человека трех видов шеи. Опасность педикулеза в том, что насекомые могут быть переносчиками некоторых серьезных заболеваний, как цепного или возвратного тифа. Педикулез вызывает ши трех видов. Это головные ши обитают в волосистой части головы, усах, бороде, бровях и ресницах. Плотяные ши обитают на теле и в кожных складках, касающихся одежды, и лобковых ши или площадки обитают в области лобковых волос. Естественно, при определении вшивости нужно проводить обработку последовательностью с определенными средствами дезинфекции, то есть шампуни, кремы, таблетки и так далее. Следующим видом ухода за больными является проведение процедур стороны медицинской сестры. Это закапывание лекарственных средств в конъюнктивальную область, закладывание мазей, обработка носовой полости, носовой полости наружного и закапывание ушных капель и проведение обработки наружного сухового прохода. Также необходимо при уходе за больными учитывать профилактику несчастных случаев среди пациентов в медицинском отделении. Больным нельзя ходить по мокрой земле, на пути транспортировки пациентов не должно быть лишних предметов, больным с головокружением и слабостью следует двигаться только при сопровождении медицинского персонала. Особую осторожность следует соблюдать при перемещении больного с кровати на валик и при отсутствии тормоза. При перемещении больного на инвалидной коляске, если нет тормоза, эта манипуляция выполняет два человека. На пути движения пациента должен быть свет. Ну и здесь показаны способы транспортировки пациента в отделении. на каталке, кресле-каталке или самостоятельно сопровождение медперсонала. Обязательным компонентом ухода за больными является это правило приема пищи и хранения продукта. Кухонная медсестра проверяет санитарное состояние дневных столов и их содержимое. Также на прикроватной тумбочке можно хранить туалетные принадлежности журналы сахарное печенье варенье фрукты и скоро портящие продукты хранятся в холодильнике свежие молочные продукты хранятся в холодильнике в заводской упаковке не более одного суток одних суток и больные молочные продукты хранятся не более двух суток мясные и рыбные консервы открытые тарос неиспользованы молочными продуктами в холодильнике не хранятся изделения Изделие хранится в отдельной упаковке с указанием фамилии, имя, отчества больного и номера палаты. И размораживание холодильника, и мытье проводится один раз в неделю по графику. Ежедневно проводится влажная уборка дневных столов дезинфицирующим раствором. Питание больных. Немалый важный фактор. В зависимости от способа приема пищи различать следующие формы питания больных. Это активное питание, пассивное, искусственное. Активное питание больной принимает пищу самостоятельно. Пассивное кормление. Это больной получает пищу с помощью медсестры. И искусственное питание, кормление больного специальными питательными смесями через рот, лизонт и внутривенно-капельно. Но здесь показано пассивное кормление. И существуют определенные лечебно-диетические столы. Всего столов 15. 15 стол это общий стол. А остальные, начиная с 1 по 14, это столы, дифференцированно выбранные для больных в зависимости от нозологии. В зависимости от потребления калорий. То есть этим занимаются диетические врачи, диет-врачи, диет-медсестры. То есть они составляют меню и проводят список рациона питания в зависимости от выделения калорий. Употребление калорий и необходимой для данного больного. И в зависимости от особенностей нозологии. Спасибо за внимание.